Друзья, привет! Сегодня у нас суббота. Я еду, мы едем по заданию наших, ну, скажем так, знакомых-знакомых и их знакомых, в общем, люди, которые в Лос-Анджелесе не живут, но они попросили меня очень любезно собрать какую-то информацию по улицам, вот где можно найти жильё. Этот район называется Atwater Village. Мы попали сюда просто случайно, потому что найти жильё в Лос-Анджелесе недорогое очень сложно. Здесь, вот как видите, частные дома в основном. Иногда попадаются маленькие апартмент-комплексы. Ищите там, где, потому что не у всех есть хорошая, вот видите, как вот с левой стороны, не у всех есть хорошая кредитная история, у некоторых нет вообще. Я бы вам порекомендовала тогда начать с маленьких апартмент-комплексов. Четыре-шесть квартир. В Лос-Анджелесе таких очень много. То есть договаривайтесь с хозяевами, придётся заплатить, конечно, первый месяц, последний месяц, security deposit, иногда немножечко больше денег. Ну и, разумеется, вы должны показать, какой у вас доход какой-то должен быть. Я вот сейчас проезжаю. Это неплохой район, он недорогой, но относительно всё. Знаете, для кого-то и тысячи долларов дорого, а для кого-то и пять тысяч нормальная цена, поэтому это всё относительно. Вот так выглядит типичная улица, очень много декораций к Хэллоуину. И я смотрю здесь, я вообще, мы не знаем этот район, просто он так в стороне от Гленделла. Гленделл хороший район, но дорогой. Он в стороне, в сторону Лос-Анджелеса. Ну вот, так примерно выглядит, чтобы вы знали. Здесь недалеко есть трамвай, трейн-стейшн, станция, поезд останавливается в Гленделл. Я не увидела ни одного слова рент. Нет смысла брать вас в дорогие районы, потому что там квартиры... Вообще, самый минимальный рент в городе у нас начинается. Ну, дешёвый, скажем, рассчитывайте на... От двух тысяч. За две тысячи можно снять, ну, очень-очень посредственный апартмент, one bedroom. Очень посредственный. Но хорошую студию. Иногда делают студию. Студия в таком сейчас модерн немножечко. Она сделана как кухня. Там есть living room, так называемая гостиная, да, и есть не полная комната спальни, а как бы такой отсек, перегороженный стеной. Ну, кстати, очень неплохо. Я видела такие квартиры, но они в основном находятся в больших комплексах. Для того, чтобы попасть в этот модерновый комплекс, вам, конечно, нужна отличная кредитная история, рекомендация, потому что это загвоздка для многих вновь приезжающих. Ну, или если у вас есть какой-то поручитель, который сможет... Косайн, так называемый. Вот ещё одна улица. Я просто еду, чтобы вот... Я не знаю, какой здесь нейборхуд, честно говоря. Но вот, судя по домам, дома старые, знаете, такие строили очень низкие потолки. Иногда может повезти так, что сдаётся дом. Иногда бывает гестхаус, гостевой дом или часть дома. Сегодня я смотрела фильм Хэллоуин старый. Вот примерно такая же улица напоминает мне, судя по домам. Деревья старые. Но, во всяком случае, это безопасная арея. Это я гарантирую, то, что здесь безопасно. В South Central LA мы с вами, конечно, не поедем. Или Комптон, например. Это плохие районы. К ним близко лучше даже не пообъезжать. Пальма красивая. Такие открыточные. Но здесь... Ну, немножко промышленный. Видите, вот промышленные в то же время рядом вот эти вот модерновые дома. Неплохие. Но это частные дома. Это ясное дело, что... Собственные квартиры. Так. Едем в сторону Гленделла. Собственно, это можно сказать... Гленделла. Здесь сейчас Гленделла. Это район Гленделла, не лучшая его часть. Район Гленделла вообще хороший очень. Let's put back the train station. Это South Гленделл. Южный Гленделл. Все, что на юге от станции железнодорожной. Это South. Впереди меня трак с орегонскими номерами. Вот, Harley-Davidson здесь продает. Интересный магазин. Можно зайти и сделать фотографии. Это у нас Южный Гленделл. Индустриальная зона, в основном. Там впереди госпиталь. Мемориал, Гленделл, мемориал, госпиталь. И вот эти вот слева апартмент комплекс. Ну, туда лучше не соваться. Я говорю, что если вы человек только приехавший, у вас нет никакой истории. Вот впереди железнодорожная станция Гленделл. Трейн-стейшн. Отсюда идет, кстати, поезд до Санта-Барбары. Три часа мы как-то ездили с мамой. Забавный очень. И станция такая. Никого нет. Очень интересно. Я сейчас выйду. На секундочку вам просто покажу. Вокзал. Следующая остановка Санта-Барбара. Ну что, давайте пройдем на станцию. Я сама тоже давно здесь не была. Мы отсюда, кстати, много-много лет назад отправлялись в Сиэтл. Вот автобус приходит. Это городской Гленделл-Билайн автобус. Интересно, да? Что-то мне захотелось на поезд куда-нибудь поехать. Далеко-далеко. Вот. Странно, что народу никого нет. Так интересно. Давайте зайдем в здание вокзала. Ну, вокзал сложно это назвать. В здании станции. Леризариан Транспортейшн-центр. Вот здесь информация. Саудерн-Лайн, Пасифик. Вот так выглядит маленькая станция. О, вау, nobody here. So interesting. Вот. Видите, старинная такая эхо. О, удивительно. А вот это макет. Вот здесь также автобусы отходят. Is there any train any time soon, no? Yeah. You waiting for train? Yeah. Oh, yes. Гленделл. It's a very interesting place, historical. Okay, have a safe trip, okay? Thank you. Посмотрим, что здесь. О, здесь еще один зал. А, здесь улица. Ну, вот парень куда-то едет. Станция Гленделл. Один человек на станции. Интересно. Саудерн-Пасифик Рейл Род Депот. Historical Лендмарк, между прочим. О, построено было в 1923 году. Вот, первоначально в 1883. Это интересный момент, исторический. Не знаю, увидим ли мы поезд. Наверное, нет. Потому что, судя по тому, что народу никого нет. Оп, I'm sorry. Мой палец попал. Здесь еще ездят такие амтраки, типа как вот. Ну, они по городу, городская линия, амтрак. Это как бы, как электричка. Вот. Вообще, это удобная станция отсюда, чтобы не ездить на центральный вокзал. Вот, метролинк, амтрак. Метролинк, я перепутала, амсори. Метролинк, это типа вот как метро. Электричка городская. А амтрак, это уже большой поезд. Идет Междугородний. Луна вышла. Ну, что ж, друзья. Наверное, не будет никакого... Жаль, что не удалось показать никакого поезда. Ну, ладно. В другой раз. Доброй ночи. Отличного воскресенья. Всего самого хорошего с городок Глендейл, пригород Лос-Анджелеса, станция, вокзальная станция. Пока-пока.